Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня священник Римской католической церкви Юрий Дорогин. Отец Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Звоните также, звоните из-за рубежа код плюс 371 и пишите в WhatsApp 230 6191. Вы служите в Римской католической церкви Святой Екатерины в Санкт-Петербурге. Что значит сегодня быть католиком в России? Сложный вопрос. Но прежде всего это трудно. Как и в любом стране мира быть христианином трудно. А в России, наверное, трудно быть католиком. Потому что, ну, во-первых, у нас большинство людей православные или около православные, так скажем. По крайней мере, по крещению. Но очень многие вообще не знают, что такое католическая церковь. Нас довольно часто воспринимают как секту, как что-то экзотическое очень. И постоянно, ну, почти постоянно приходится объяснять людям, что такое римская католическая или вообще католическая церковь. Вам приходится сталкиваться с каким-то давлением со стороны православных? Ну, у нас в городе, слава богу, такого нету. У нас очень хорошее отношение с православной церковью. Мы дружим со многими священниками, с приходами дружим. Так что здесь у нас никаких проблем нет. В других местах России отношения складываются по-разному. Где-то сложнее, где-то тоже очень хорошие отношения. Но некоторые есть такие моменты, когда трудно. Трудно. Но среди ваших прихожан есть те, кто из православия перешли к католицизму? Насколько это распространено? Довольно много. Довольно много наших прихожан, которые перешли из православия в католицизм. Довольно много тех, кто крестился изначально в католической церкви. Ну, в нашем приходе в частности. Это по разным причинам бывает. Но прежде всего люди находят для себя то, чего не нашли у себя в православной церкви. Именно в духовности или же в обрядности. Многих смущают какие-то внешние вопросы, на которые обычно обращают внимание. Но для нас это не повод для перехода в католичество. Если кто-то говорит, что мне не нравится православная церковь, потому что батюшки богаты или еще что-то. Я обычно говорю, что нет, это не повод. Потому что в католической церкви тоже всякое разное бывает. Если вы нашли для себя действительно что-то важное, то тогда да. Некоторые просто говорят, я пришел в храм, я почувствовал, что я дома. Ну, вот хотя бы такой вот момент. Но для того, чтобы присоединиться, все-таки нужно пройти курс подготовки, занятий определенных в течение учебного года. И тогда уже сделать взвешенный шаг, обоснованный шаг. И тогда уже можно говорить о том, что действительно человек готов и хочет сознательно и добровольно это сделать. Но сегодня также существует мнение о том, что определенные веяния моды, стереотипы, может быть, которые продиктованы в том числе и кинематографом современным, они становятся как мотиватором таким для многих людей, чтобы прийти именно в католических храм и покреститься в этой традиции. Вот вы такую тенденцию замечаете? Скорее нет. Тем более, что современный кинематограф и то, что говорится в СМИ, скорее могут наоборот оттолкнуть. Ну, вы прекрасно знаете, да, разные тоже существуют скандалы, сплетни, слухи и так далее. И если человек приходит, то он не этим мотивирует свой приход в католическую церковь, а действительно своей встречей с Богом. Чего он не сделал, к сожалению, у себя в православной церкви или в какой-то другой конфессии. Ну, а верующей молодежи сегодня достаточно в католической церкви? Да, конечно. Ну, наш приход, например, молодежь и средний возраст в основном, пожилых людей не очень много. Они, конечно, есть, традиционные католики, так сказать, из поколения в поколение. Но их уже все-таки не так много, потому что многие уехали, многие уже отошли в мир иной. И сейчас это уже другой состав прихода, да и приходов, так скажем, нежели это было 10, 20, а тем более 30 или 40 лет назад. Насколько важен имидж для церкви? Потому что, ну вот, относительно недавно был снят сериал «Молодой папа», в котором показана изнанка католической церкви и Папского престола в частности. Вот насколько эти элементы важны для церкви или, может быть, нет? Как вы считаете? Ну, в этом фильме не показана никакая изнанка, там показан вымысел о изнанке, то есть видение режиссера, сценариста, да, и как раз вот всякие эти слухи, домыслы и прочее. Для церкви вообще слово «имидж», я думаю, что недопустимо даже, во всяком случае, не нужно. Церковь всегда остается собой. И она никого не хочет привлечь к себе, как это делается в современном мире, да, при помощи рекламы, при помощи каких-то элементов, которые бы заинтересовали человека. Да, церковь – это место спасения. И Христос благовествовал, призывал к покаянию и обращению, говорил о том, что приблизилось Царство Небесное, и тот, кто хотел за ним пойти, тот пошел. А если кто-то не хотел, Христос за ним не бегал, не уговаривал, точно так же, как и апостолы. И вот церковь тоже не уговаривает никого. Она свидетельствует о Христе, свидетельствует о спасении, и этого достаточно. Кто хочет и слышит, тот идет. Кто не хочет, идет искать другие пути. Что сделаешь? Каждый человек свободен в своем выборе. Да, я как человек не воцерковленный, мне просто интересно. Я все-таки смотрю на эту ситуацию немного со стороны, и все-таки складывается впечатление, что идет борьба за паству, что и православие в России пытаются усилить свои позиции, и католики в Европе, и вообще в мире, и все борются за то, чтобы у них было больше прихожан. Разве этого не происходит сейчас? Нет. Так нельзя сказать, что кто-то за что-то борется. В частности, в России, начиная с конца 80-х, начала 90-х годов, церковь и католическая, и православная, ну православная в первую очередь, получила возможность проповедовать. Свидетельствовать, проповедовать, учить. И это самое главное. Она не борется, то есть она не втягивает к себе. То есть речь идет не о том, чтобы как-то заманить какими-то, так сказать, пряниками, плюшками какими-то. Есть нормальная, свободная ситуация о том, чтобы говорить, кто такой Христос, что такое церковь, что такое спасение, что такое жизнь вечная. И это привлекает людей. В Европе, кстати, мы наблюдаем, я бы даже сказал, такие гонения на церковь. Они бескровные, но тем не менее. Христиане, и не только католики, да, а вообще христиане в Европе довольно часто притесняются. И, конечно, церковь приходится себя защищать, но это, естественно, без насилия происходит. И часто законы государственные мешают церкви быть собой и ограничивают свободу. И тогда, если люди видят, если люди видят истину, ну, как они ее понимают, то, что в церкви проповедуются, они идут в церковь. Если они этой истины не видят, то, соответственно, они в церковь не идут. И какие-то методы такие, вот, ну, пряники какие-то, да, плюшки, что-то такое. Церковь – это не место развлечения, да, не место, где должно быть интересно. Интересно, вот я обычно говорю, в Питере у нас, да, у нас есть рядом Михайловский театр, есть филармония, большой зал, малый зал, вот там интересно. А храм – это место молитвы, это место, где мы говорим о спасении. Это связано с крестом, это связано с трудностями, со скорбями, потому что Христос такой путь нам указал. И, конечно же, это тоже ограничивает, скажем так, возможности людей, потому что некоторым страшно принять на себя этот крест. Но кто-то решается и идет этим путем, считая, что это все для него действительно важно. Ну, а как католическая церковь, вы, в частности, относитесь к либеральным ценностям, к так называемому либерализму в России сегодня, его идеям? Значит, ну, не могу сказать за всю католическую церковь, я отношусь отрицательно, потому что это не либерализм, это что-то другое совершенно, потому что те, кто себя называют либералами, очень агрессивны в отношении тех, кто не разделяет их мнение. Вот, и это уже совершенно ничего общего с либерализмом не имеет. Да, это скорее диктатура так называемого либерализма. Да, и вот эта вот проблема, конечно, существует. Многие идут за популизмом. Да, не либерализмом, а именно популизмом, какие-то такие вещи. Поэтому, конечно, это не истинно, это не созидательно. Вот, если говорить именно о либерализме, это должна быть просто свобода, но свобода осознанная, и здесь можно привести классиков марксизма-ленинизма, я не постесняюсь этого сделать. Знаешь, что свобода – это осознанная необходимость. И понятное дело, что наша, моя личная свобода ограничивается свободой другого человека. И я должен это учитывать. Вот здесь будет поле для диалога. А если это, так сказать, давайте будем все делать, что нам хочется, это будет анархия, это будет разрушительно, и, соответственно, ничего хорошего из этого не выйдет. Вопрос из WhatsApp, который нам Ирина прислала. После скандалов, связанных с педофилией в луне католической церкви, паства уменьшилась. А скандалов в этом году и в прошлом году было очень много. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, к сожалению, это явление, касающееся не только католической церкви, но вообще различных групп социальных. Мы прекрасно знаем, что и в семьях такое бывает, и в школах такое бывает. Только это не озвучивается, из этого не делается сенсация. А когда это касается церкви, то, конечно же, здесь особо интересно поговорить об этом. Да, конечно, увы, были такие случаи. Церковь состоит из людей. Из людей грешных, и в том числе и священники, тоже подвержены опасности согрешать. Так же, как и любой другой человек. Верующий или неверующий. Церковь признаётся в этом. Церковь старается очищаться, каяться, принимать меры для того, чтобы этого не повторялось. И поэтому я считаю, что вот это тоже важно. Это открытость и способность обновляться. То есть, получается, что Бог не очень грамотно выбирает кадры, если мы говорим о церкви в этом смысле? Понимаете, Бог выбирает кадры такие, какие Он сам хочет. Да, сказано в Писании. Не вы меня избрали, но Я вас избрал, чтобы вы ушли и приносили плод. Христос избрал не богатых, не знатных, не великих, а только ничего не значащих. Да, вот этих самых малых, да, ничтожных, нищих духом для того, чтобы Его сила проявлялась в нашей слабости. Да, Он должен быть на первом месте. А люди, они всегда и везде, к сожалению, одинаковы. Большинство из нас грешники. Именно святые в нашем обычном понимании встречаются довольно редко. Но все мы призваны к святости. То, что встречаются редко, это плохо. Но все мы призваны к святости, то есть должны становиться лучше, ближе к Богу. Но для этого, конечно же, необходимо веровать, нужно молиться, нужно приносить покаяние в своих грехах, исправлять свои ошибки. И церковь это делает регулярно практически. Мы знаем, что когда были какие-то вещи, связанные с насилием, то, в частности, Папа Иоанн Павел II принес покаяние всем за те злоупотребления, которые были сделаны христианами, в частности, католиками, по отношению к кому-то там. Неважно, к кому. Были это еретики или иноверцы, или еще кто-нибудь. Мы умеем каяться и умеем исправлять ошибки. А, как я уже сказал, проблемы существуют не только в церкви, они существуют и у других людей тоже. И у верующих, и у неверующих. Книга французского писателя и социолога была издана «Содом» не так давно, и в ней он утверждает, что 80% священников Ватикана – гомосексуалисты. Читали ли вы эту книгу, и как вообще оцениваете эти расследования? Нет, я не читал эту книгу, но, во всяком случае, я не знаю, откуда у этого товарища такие данные. Я подозреваю, что это как раз, опять-таки, попытка дискредитировать церковь, и пусть это останется на его совести. Католический священник может быть гомосексуалистом? Так, когда это несколько лет, во всяком случае, хороших несколько лет назад, было внесено в каноническое право, внесен момент, что тот, кто имеет такие наклонности, не может быть священником и не может быть монашествующим. То есть, такие люди не принимаются ни в семинарии, ни в монашеские ордена. Но несмотря на то, что Папа Римский Франциск призвал аннулировать это решение, насколько мне известно. Когда? Было принято оно Бенедиктом в 2005 году, и он призвал аннулировать, что запрещающее, аннулировать то решение, запрещающее мужчинам с явно выраженными гомосексуальными наклонностями становиться священниками. Ну, это только призыв к аннулированию. Я об этом ничего не слышал. Ну, вот так. А что касается прихожан, если они являются представителями нетрадиционной сексуальной ориентации, во-первых, есть ли у вас такие, и как вы к ним относитесь? Ну, есть ли или нет, я говорить не буду. Это тайна исповеди. А вообще, если таковые существуют, то церковь относится к этому следующим образом. Тут можно, кстати, вспомнить тот шум, который в СМИ был несколько лет назад по поводу высказывания Папы Франциска, кто я такой, чтобы осуждать такого человека. Да? Примерно так это звучало. Но речь шла о чем? О том, что, значит, по учению церкви сама наклонность не является греховной. Она нейтральна. Так же, как любая другая. Гетеро или гомо, это не важно. Это просто есть. Другое дело проявление. Вот кто проявляет, да, активно эту свою наклонность в контактах с другими, ну, в частности, мужчины с мужчинами, женщины с женщинами, это будет уже грехом, серьезным грехом. Ну, собственно говоря, точно так же, как если мужчина, скажем так, в традиционной ориентации будет сожительствовать с женщиной вне брака. Да, то есть, прелюбодействовать. Это будет тоже грехом. И, соответственно, такие люди, которые имеют наклонность, так сказать, к своему полу, они признаны к жизни в чистоте, в целомудрии и к, все-таки, ограничению своих этих желаний. И, если этот человек действительно осознает, что у него есть такая проблема и хочет жить свято, вот тогда действительно никто не может осуждать такого человека. О чем папа и говорил. Да, если человек хочет бороться со своей греховной наклонностью, то осуждать его ни в коем случае нельзя. Соответственно, если люди, а люди слабые, все-таки проявляют такие наклонности, так же, как любой другой грешник, он имеет право на покаяние. Да? Не важно, кто это будет. Гомосексуалист, гетеросексуалист, будет это вор, убийца, прелюбодей, сплетник и так далее. Да, любой грешник, если он раскаивается в своем грехе, он приступает к таинству покаяния, и, соответственно, если он раскаивается, грех ему будет отпущен. И призывается такой человек к тому, чтобы больше не согрешать. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, потом вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Эта программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня священник Римской католической церкви Юрий Дорогин. Отец Юрий, здравствуйте еще раз. Здравствуйте еще раз. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, также звоните за рубежа код плюс 371. Напишите в WhatsApp 230-6191. В продолжении нашей темы, митрополит русской православной церкви Иларион, он резко осудил христианские конфессии, признающие гомосексуализм, эвтаназию и аборты. Вот что касается эвтаназии, как к этому относится католическая церковь и имеет ли человек право убить себя? Католическая церковь относится к этому вопросу точно так же, как и православная церковь, резко осуждая такую вещь, как эвтаназия. И человек получил жизнь не самостоятельно, ему дал ее Бог. И по учению католической церкви человек имеет право на жизнь и уважение к этой жизни от самого момента зачатия до момента естественной смерти. Неважно, это будет от болезни, от старости, но не убийство из так называемого милосердия. Потому что, ну, представим, а кто должен решать, кому жить, а кому умереть? В истории мы уже такие моменты наблюдали. В частности, в течение Второй мировой войны, когда некие товарищи, которые нам не товарищи, решали, кто достоин жить, а кто не достоин жить. Какая раса лучше, какая раса хуже. На каком основании? На основании формы черепа или еще чего-нибудь? Вот такая тенденция ведет именно к этому. Сегодня я решаю, что из милосердия я убью кого-то, или я сам себя убью. То есть я хозяин своей жизни. Своего рождения, своей смерти. То есть я самодостаточен. Не всегда я. За меня тоже кто-то может решить. Что мне уже хватит. Потому что я стар, потому что я немощен. Я являюсь обузой для общества. Меня кормить уже не стоит. И, соответственно, давайте мы такого человека ликвидируем. Чтобы осталось больше ресурсов для других. Ну, это вот эта вот тенденция. В начале нашего эфира вы сказали, что человек волен свободно выбирать. В этом нет противоречий? В определенных рамках. Все-таки жизнь – это не то, что он себе дал. Жизнь не от него зависит. Жить или не жить. Это дар Божий. Самый драгоценный дар, который мы должны защищать. А вот в течение нашей жизни Господь нам дал право свободного выбора. И мы можем решать пойти направо, налево быть женатыми или бездетными. Жить в той стороне или в другой стороне. Да есть то или другое. Это естественные вещи, которыми мы можем распоряжаться. Но это уже сверхъестественная вещь, которой мы распоряжаться все-таки не имеем права. И поэтому существует заповедь «Не убей». И она касается именно вот таких моментов тоже. Мы не имеем права убивать человека по какому-либо поводу. И церковь католическая говорит о том, что даже законная смертная казнь все-таки не должна применяться. Может быть применена в крайнем абсолютно случае. Но все-таки лучше этого избегать. Потому что сейчас даже самых опасных преступников есть возможность изолировать вполне адекватно от общества. И их не ликвидировать. Поэтому убийство – это убийство. Да, у нас звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. У меня вот к священнику такой вопрос. Значит, гомосексуалисты и правящие, они призывают к свободе их действий, к равенству, к братству. И сами вот посещают службу перед какими-то мероприятиями. На мероприятия приглашают священнослужителей наших главенствующих в костелах литеранских и прочих. Но, с другой стороны, все это перечеркивается одним мазком черным большим, когда запретили приезд к своей пастве патриарха Кирилла. Вот как вы это вот понимаете, и как вот это действие наших властей? И второй вопрос у меня. Вот как так моя семья православная в Западной Белоруссии? Там везде костелы, костелы, да? Трудно найти православную церковь, да? Но моя семья – Синявский отец, да? И они оказались православные. Вот это меня вопрос так вот всю жизнь с детства как-то удивлял. И можете выяснить, как же там вот осталась эта православная женщина? Спасибо. Да, спасибо вам. Ну как, в Белоруссии есть и православная церковь, и католическая церковь, и греко-католическая церковь. Ну, я имею в виду латинскую церковь и греко-католическая церковь. Восточного обряда. Я так понял, в Латвии есть тоже и православные, есть старообрядцы, есть лютерани. И разные другие конфессии, и как это осталось все, да? Как это получилось? Ну, я думаю, что по воле Божьей, прежде всего. Вот. И люди сохранили свою веру, и когда наступило благоприятное время, то есть закончилась советская власть, то они теперь могут жить спокойно, исповедуя свою веру. Когда не было католических храмов или костелов, как говорят в Белоруссии, то так же, как и на Украине это было, и в России это было, люди крестили детей в ближайшем храме, неважно какой он был, католический или православный, главное, чтобы покрестить ребенка. И потом уже эти дети вырастали и себя уже ассоциировали с той или иной конфессией, да, с той или иной общиной. Может быть, формально это не совсем правильно, потому что если родители католики, то вообще-то ребенок будет католиком независимо от того, где он был крещен, точно так же, как и православный. Если родители православные, то даже если в католическом или у лютеран покрестить, все равно он будет православным, потому что это по вере родителей делается. Но это не всегда известно и не всегда люди этого хотят, просто ассоциируют себя уже с той общиной, к которой они привыкли. Ну, а то, что касается приезда патриарха Кирилла, ну, знаете, я не могу этого ничего комментировать по одной простой причине. Я не осведомлен об этом, а во-вторых, мне как-то из-за границы не очень удобно комментировать вещи в другой стране происходящие. Как бы не совсем политкорректно это. Но то, что касается именно лютеранской церкви, ну, лютеранских церквей, я не знаю, как в Латвии, а вот в Европе, да, действительно, там есть открытые гомосексуалисты и пасторы, и даже епископы. Католическая церковь этого не одобряет. В католической церкви такого нет. У нас много звонков еще примем. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, Александр. Скажите, пожалуйста, вот вопрос гомосексуализма, он возникает почти на каждой передаче. И священникам задают, и вот вам в частности, и вы ведетесь на это. Вступаетесь в дискуссии, так сказать, и внедряете в сознание людей незаметно, постоянно. Вот этими дискуссиями, то есть как бы это нормальное явление. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот в Белоруссии дают 10 лет тому же выложить. Как к этому относится население? Вот ты общаешься с людьми, они это воспринимают как? Положительно или отрицательно? Спасибо. 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 Что происходит в Белоруссии, я не знаю. Я в России живу. Я считаю все-таки, что это вопрос личных, так сказать, интимных отношений между людьми. И, конечно, тюремные сроки и преследование уголовное за это все-таки не должно быть. Пропаганда – другое дело. Пропаганда должна пресекаться. А то, что делают люди у себя дома за закрытыми дверями – это их личное дело в этом отношении. Да? Они никому не вредят. То, что эти вопросы возникают, в частности, на этом канале, опять-таки, я не знаю. Но говорить, наверное, об этом нужно, потому что есть очень много искажений в этом отношении и ложных мнений. Католическая церковь не одобряет такого поведения. Католическая церковь считает это грехом. И, соответственно, об этом тоже знать нужно. Еще звонок у нас. Да, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Добрый день. Я бы хотела вынести немного позитива в ваш разговор. Мне тоже кажется, что он очень сильно имеет разные такие вопросы, которые все время вот что-то делают люди плохое. К какой бы группе они ни относились, я все-таки хочу вступиться за церковь и сказать, что она является островком спасения духовности, морали. Я бы хотела вот задать вопрос. Скажите, пожалуйста, сейчас были говорят, что много плохого делают священники. Что хорошего делает ваше пакство? Что, какие проекты? Расскажите немножко о себе. Нам интересно, вот в Петербурге какие у вас проекты? Спасибо вам. Спасибо большое. Ну, прежде всего, у нас есть, конечно же, благотворительные проекты и среди наших прихожан, и вне. То есть, это касается не нашего прихода, но, например, у нас действует служба «Каритос». Это христианская благотворительная служба католическая. Есть также представители мальтийской службы помощи – это и католики, и православные, которые помогают бедным, помогают бездомным, помогают людям нуждающимся. Есть благотворительная столовая, есть ночлежка для больных, бездомных. Есть также другие проекты, которые помогают, например, многодетным и одиноким мамам, которые тоже нуждаются в помощи. Там, в частности, сестры доминиканки наши участвуют в этом проекте. Есть у нас в городе также дом сестер матери Терезы, сестер миссионер Милосердия, где проживают тоже довольно большое количество бездомных, уже пожилых, больных людей. И мы, конечно, с этими всеми проектами тоже сотрудничаем, помогаем. Наши прихожане помогают финансово этим проектам, пожертвованиями своими. Вот, в частности, да, тоже проект хороший, хотя не совсем благотворительный, скажем так, но тоже. С 18 по 24 ноября у нас в городе пройдет фестиваль христианского документального кино, в котором участвуют православные, прежде всего, конфессии, католики, лютеране и армяне. Вот, в течение недели мы будем смотреть фильмы о христианах и сделанные христианами на социальную, прежде всего, тематику. Будут встречи с авторами фильмов, будут какие-то еще встречи такие, да, и как раз вот здесь проявляется наше сотрудничество между конфессиями и взаимопомощью. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Так, сорвался у нас звонок. Напомню, телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, пишите также в WhatsApp 2306191. И вот пришло нам сообщение, просит вас Ирина прокомментировать новогоднее выступление прошлого года Папы Франциска о конце света. Ой, я, честно говоря, не помню, что там Папа говорил, поэтому не могу прокомментировать. Но вообще, если уж говорить о конце света, то он все ближе и ближе. Когда он наступит, мы не знаем. Об этом нам Христос сказал, не зная эти ни дня, ни часа. Но мы знаем, что все это ближе и ближе к нам. И когда будет, не знаем, но должны быть к этому готовы, это точно. Стараясь жить свято, стараясь жить любовью друг к другу, милосердием друг к другу. И тогда, независимо от того, когда Господь придет, в третий час, или в шестой, или в девятый мы будем готовы к этому. То, что Папа Римский изменил текст молитвы «Отче наш» в молитве на слова... Стоп, 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 стоп. Ничего Папа Римский не менял. Вот не менял, не надо придумывать. Он, во-первых, высказал идею о том, что слова «не веди нас в искушение» звучат действительно не очень удобно. Ибо, говорится в Писании о том, что Бог никого не искушает и не вводит в искушение. И сам не искушается. Поэтому Папа просто, так сказать, задал риторический вопрос. А не стоило бы поменять. А то, что вы говорите, это касается не Папы Римского, а конференции итальянских епископов. Которые в текст Мессала, то есть литургической книги, ввели то самое изменение, которое в итальянском языке уже присутствует в тексте Библии. Эти изменения, они незначительные? Это итальянский епископ, это не Папа. Во всех остальных местах все осталось по-старому. Никто ничего не менял. То есть у вас все так же? Молитва, она звучит, как звучит? Все так же, конечно. Что касается тайной исповеди, хотела у вас спросить. Была история с англиканской церкви о том, что если священник посчитает нужным, то он может донести на прихожанина в правоохранительные органы. Если, например, во время исповеди он рассказал ему о каком-то преступлении, или, слушай, собирается совершить преступление, или он скрывается от полиции. Как должен реагировать священник на это, на ваш взгляд? Ну, в свое время при государе Петре Первым православным тоже было такое вменено. Если кто-то на исповеди услышит что-то, так сказать, против государства, должен донести. В католической церкви это невозможно. Католическая церковь подчеркивала и подчеркивает, вот недавно опять подчеркнула, что тайна исповеди ненарушима ни при каких обстоятельствах. Священник не имеет права ничего сказать по этому поводу. Думаю, что многим было бы неплохо посмотреть... Это, правда, довольно старый фильм. По-русски он называется «Отходная молитва» с Микки Рульком в одной из главных ролей. Как раз вот о такой ситуации, когда священник католический становится свидетелем преступления и готов дать показания, но преступник приходит к нему на исповедь, и священник замолкает. У них идет как бы такая духовная борьба. Священник призывает этого преступника покаяться, но с полицией он уже ничего общего не имеет. Он говорит, я ничего не могу вам сказать. Все, точка. И в католической церкви так всегда это было. В частности, в Чехии один из их величайших, почитаемых святых, Иоанн Непомуцин, как раз за это и пострадал, был замучен и утоплен в Алтаве. В Алтаве за то, что не хотел рассказать королю, в чем же исповедовалась его супруга. Поэтому тайна исповеди в католической церкви священна. Если священник нарушит ее, он отлучается от церкви. Звонок. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день, Лариса. Я хотела Александра поправить. Вот когда не разговаривает ни о чем, это очень плохо. В Советском Союзе была запрещена тема гомосексуализма, запрещена тема церкви. Мы не могли говорить. Много чего мы не знали. И вот когда рухнул Советский Союз, для нас это было, для некоторых это было не то, что большим удивлением, а для некоторых это было даже каким-то несчастьем, потому что, оказывается, мы многого не знали. Спасибо. А вашему гостю я хочу пожелать дальнейшей работы на ниве служения Богу и на ниве благотворительности. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое. Благослови Господь. Ну, кстати, вот по WhatsApp пришло сообщение от нашего радиослушателя Романа. Он спрашивает, а как вы можете объяснить чудеса на острове Реньон в Карибском море при извержении вулкана «На пути сходящей лавы стояла церковь, но лава обошла ее со стороны и продолжила свой путь, а в храм не прошла». Вот такой комментарий. Ну, кстати, о чудесах. Ну, чудеса случаются. Господь всемогущ и по вере нашей дает нам помощь свою. На острове на Сицилии вулкан Этна тоже извергался в свое время. И по заступничеству святой Агаты или Агафьи и молитве церкви тоже лава не коснулась города, на который устремилась. И вообще такие чудеса и другие чудеса действительно случаются в большом количестве. И достаточно у вас в Латвии поехать в Аглону или в Литве в Остру-Браму. Да, отец Юрий, слышите ли вы нас? Чудеса случаются, но не всегда, кстати. Вот в течение эфира вы вернулись. Сейчас вы снова вернулись к нам напрямую. А, вернулись. Хорошо. В зависимости на чудесах. Да, я вас хорошо слышу, но, к сожалению, вы меня потеряли на минутку. Так вот, чудеса случаются, и достаточно поехать или пойти в разные места. В частности, в Латвии в Аглону, в Литве в Остру-Браму, в Польше в Ченстахову, в Сантьяго-де-Компостелло, в Испанию и в многие-многие другие места. Где мы увидим множество свидетельств, таких благодарностей, которые оставляют люди за чудеса. За исцеление, за спасение от опасности, за обращение к Богу кого-то близких и так далее. Господь вчера и сегодня и вовеки тот же, Он чудеса творит по нашей вере. Если мы действительно с верой к Нему обращаемся, то Он не отказывает нам. Но ведь чудеса – это часто исключение, чем правило, и гораздо больше неприятных вещей происходит с человечеством. Ну, это традиционный вопрос, который задают священнослужителям. Почему болеют дети? Почему Бог не останавливает войны? Почему люди делают то, что они делают? И, в общем-то, Холокост. Им можно много всего вспомнить. Конечно, тоже да. Потому что мы, во-первых, свободны. У нас, как мы уже говорили, есть свободная воля и право выбора. Даже вопреки воле Божьей мы можем действовать, согрешать. А, во-вторых, то, что касается, в частности, болезней детей. Тут есть очень много естественных причин. Если ребенок рождается от больных родителей, то, скорее всего, он родится больным. Да, существуют генетические заболевания, передаваемые по наследству. Если мы живем в какой-то среде неблагоприятной экологически, с какими-то там заводами и прочими, то тоже, конечно, процент заболеваемости там будет гораздо выше, нежели на берегу Рижского залива, например, в Юрмале. Или еще где-нибудь на берегу Теплого моря. Поэтому здесь Господь ни при чем. Это естественные причины, которые порождены первородным грехом. Получается, что Господь не всемогущий, но он не нарушает нашу свободу. То есть он либерал в этом смысле. Делайте, что хотите. Можно сказать и так. Почти. Но при этом он же наказывает нас, если мы, допустим, я сейчас говорю о верующих людях, там, любите Бога, потому что если вы будете жить не по Божьим заповедям, то, соответственно, ад вам обеспечен и так далее и тому подобное. То есть там либерализм заканчивается. Чепуха. Господь нас любит и откладывает свое наказание до последнего момента. И ад нам не обеспечен. Можно избежать. Ад может нас, так сказать, встретить. Но в ад мы сами себя отправляем своими грехами. Господь нам дал разум. Господь нам дал свободную волю. Господь нам открыл свою волю в божественном откровении. Дал нам заповеди. Дал нам священное писание. Дал священное предание. То есть он сделал все, чтобы мы поступали правильно. И если мы поступаем неправильно, решим, то мы рискуем попасть в ад. Но Господь этого абсолютно не хочет. Он как раз хочет нашего спасения, и поэтому он воплотился, пострадал, воскрес, чтобы мы имели жизнь вечную. И чтобы мы примирились с Богом. И если кто-то не хочет этого, но он сам выбирает свою участь, но это будет уже после смерти. А в этом мире Господь долготерпелив и многомилостив. То есть выборы абсолютно честные, так можно сказать? Никаких фальсификаций. Спасибо вам, что вы нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Священник Римской католической церкви Юрий Дорогин был с нами на прямой связи. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. До свидания и благослови Господь. Желаю вам всяческих благ. Спасибо. До свидания. До свидания.